Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это Фокусы от Моряка. Но в этом видео вас ждут не Фокусы, вас ждет очередной обзор, очередной просто замечательной колоды от Теории 11. Это их новиночка, колода, которая называется Citizens. Прежде чем мы начнем этот обзор, я хочу отдельно поблагодарить магазин 54картс, который предоставил мне эту колоду для обзора. Вот эта ссылочка на магазинчик. Если этот магазин до сих пор у вас не в закладках, то я прямо сейчас предлагаю вам добавить его в закладки, потому что, друзья, поверьте, там есть что выбрать. Ну и вторым шагом я хочу поздравить победителя Станислава Сонина, который в прошлом месяце, в месяце мая выиграл эту колоду и согласился, чтобы я снял на нее обзор. Ну что же, как обычно, не тянем время, переходим и смотрим. Ну что же, друзья, давайте посмотрим, чем нас на этот раз удивит Теория 11. А она вас удивит. Ну что же, первым делом, то есть козырная фишечка Теория 11, это оригинальная коробочка. Как мы помним по колодам Монархи, Артизаны и прочее, они выполняются стеснением, покрываются такой вот золотистой обработочкой. И можно вот так вот, если пощупать, да, то здесь вот ощущаются всякие выпуклости, пупырышки, вдавленности. То есть коробочка печатается, используя такое прессование хорошее, местное такое, да. Вот. Итак, что же мы видим на самой коробчонке колоды Citizens? Да, для тех, кто не в курсе, Citizens что с латыни, что с английского переводится как граждане. Вот именно эти граждане у нас сегодня на обзоре. Итак, что мы видим? Значит, первым делом надпись Premium, Premium Playing Cards, то есть игральные карты премиум серии. И, значит, здесь видим надпись Теория 11, да. Здесь вот, если мы в кружочечке немножечко присмотримся, я не знаю, видно вам или нет, но здесь написано Libertas, что означает свобода. Далее идет надпись Justicia, то есть справедливость, и Veritas, то есть что это переводится с латыни как Правда. То есть вот эти вот как бы три кита, на котором держатся все горожане. Справедливость, свобода, правда. Итак, далее что мы видим? Значит, снизу у нас все то же самое. Да, в кружочке у нас здесь нарисован пиковый туз, точнее не туз, а пиковая масть. По центру изображена буковка S, то есть как раз название, да, Citizens. И здесь вот такая вот надпись еще красуется. Е, Pluribus Unum. Е, Pluribus Unum, это такая популярная фразочка. Эта фраза является, во-первых, я скажу, во-первых, она переводится как «из многих единая». Из многих единая, и эта фраза является девизом на гербе такого известного государства, как Соединенные Штаты Америки. То есть из многих единая. Это такой девиз, который появился у них еще в те времена, когда Соединенные Штаты образовывались, когда туда съезжались различные нации. И как бы это подразумевало то, что из многих наций получилось одно вот такое вот сообщество, то есть государство. Этот девиз, значит, размещен на гербе США, как я сказал, и в нем 13 букв. Почему 13? Эту фразу подобрали не случайно. Потому что изначально, когда образовывалось государство США, в нем было всего лишь 13 штатов. И поэтому, ну, они вот любители вот таких вот фишечек, да, то есть 13 штатов, 13 букв, вот подобрали вот такую вот фразу. Кстати, у американцев есть такая особенность. Они еще любят эту фразочку помещать на свои монеты. Для этого дела я вот вам покажу такую вот американскую монетку. Называется она Health Dollar, то есть полдоллара. Ее я выменял у американцев, когда служил на своем корабле. И к нам с дружественным визитом приходил американский корабль. Вот я там обменял вот эту монетку на кое-что интересное. Так вот, если вы присмотритесь, то вы увидите, что здесь вот изображен орел, кстати, который держит в руках оливковую ветвь с 13 листьями, который держит 13 стрел. И вот здесь вот посередине красуется вот эта вот нам уже знакомая надпись. E Pluribus Unum. Вот она, видите? Из многих единая. То есть вот это так у них заведено. Помещать на монеты вот эту вот надпись. Итак, ну что ж, вернемся к нашей колоде. Далее, значит, с обратной стороны у нас изображено вот такой вот прикольненький красивый рисуночек. Посередине помещена пиковая масть с глазом, да, вот с этим, что опять наводит на мысли о масонах. Вот, и здесь вот по кругу идет такая вот надпись. Сейчас я вам скажу. Аут вина, ин вен, ин вене, аут фа цям. С латыни эта фраза переводится, что или найду дорогу, или проложу ее сам. Вот такая вот фразочка. Ну, здесь вот с краев надпись Citizens. Тут липучка осталась. Далее здесь надпись, значит, Premium Plain Cards. Произведено в Соединенных Штатах Америки. Произведено в студии, значит, Теория 11. И здесь вот такая надпись Граждане. Ну, вот такая вот коробка. Итак, отворяем ее. Здесь написано Made in USA. Я думаю, переводить не нужно. Здесь у нас эмблема Теория 11. Корона такая изображена. Достанем наши картишки. Да, кстати, обратите внимание, рисуночек, который идет на коробке, он продолжается здесь вот. И плавно переходит вот туда, вовнутрь. Это очень прикольная такая фишка. Меня она прям очень порадовала. Вот такая вот коробочка. Очень удачная. Итак, ну, по заведенной нами давнишней традиции, да, первым делом мы с вами посмотрим на Джокеров и Туза. Итак, вот такие вот Джокеры здесь у нас. То есть, как мы видим, да, они... Сколько я не приглядывался, честно говоря, отличий не увидел. По-моему, они одинаковые. Вот такие вот Джокеры с надписью Citizens. И здесь вот, если вы присмотритесь, здесь вот идет с краю такая вот надпись. Аудентис фортуна живат. В переводе означает, как удача улыбается храбрым, или счастье сопутствует смелым. То есть, и так, и эдак можно, в принципе, перевести. Такая вот популярная фразочка. Кстати, в моей жизни одно событие связано прям вот с этой фразой. Вот такие вот Джокеры. Далее, значит, у нас Пиковый Туз. Пиковый Туз выглядит у нас вот так вот. Довольно-таки необычное изображение Пиковой Масти. Таким вот... Даже не знаю, как это... Ну, не золотистый, а какой-то, скорее, бронзовый такой цвет. Вот, посередине, значит, буковка S, да, то есть, Ситизенс, сверху Теория 11. Надпись. И обратите внимание, кстати, как изображена сама Пиковая Масти на этом Тузе. То есть, довольно-таки новая и необычная. Итак, рубашка. Рубашечка у нас выглядит вот таким вот образом. То есть, то же самое, что изображено у нас на лицевой части коробочки. Так вот выглядит наша рубашечка. То есть, белая окантовочка, черный цвет, такое серебристое... Такое серебристенькое, скорее, покрытие, да, не назвал бы я его золотым. Здесь такие же надписи идут с края. Libertas Adjusticia, то есть, Свобода и Справедливость. Здесь Premium Playing Cards, ну, это мы уже знаем, как переводится. Ну, и здесь все это дублируется. Здесь также по кругу счастье сопутствует с мелым. Audentes Fortuna Juvat. И здесь, как бы, то же самое, все это зеркалится. То есть, вот такая вот красивая, красивая у нас рубаха. Вот такой вот Пиковый Туз. Что ж, давайте пробежимся по самой колоде. В самой колоде я не нашел отличий в индексах и в изображениях старших карт. Вот все, как бы, стандартное, нам привычное, да. То есть, индексы тот же самый шрифт. Черный цвет ничем не заменен. Такой же черный, да. Ну, изменены слегка лишь цвета. Цвета старших карт. То есть, не классическая расцветка, как, например, в Bicyclic Standard, а с добавлением вот таких вот золотистых уже красок. Ну, это тоже фишка Теории 11. То есть, такие вот у нас старшие карты. Красные карты также слегка затемнены. Тоже нам уже это знакомо. Тоже мы это уже встречали. Вот такие вот у нас бубновые. Крестовые пошли. Ну, такие вот червовые. Ну, и в конце, конечно же, как обычно у нас даблбэк. И такая вот рекламная карточка тоже от Теории 11. Что ж, друзья, давайте перейдем к нашим комплексным испытаниям. Потасуем их. Да, картишки в меру жесткие такие. Мне прямо они нравятся. Я бы не сказал, что они прям очень-очень мягкие, например, как Bishki или как, например, Dillers. Да, нет, они прям пожестче. Но в то же время это не Nokia. Ну, вот кто работал с Monarch, с Artisan, и вот, в принципе, то же самое. То есть, скальдят они хорошо, конечно же, верятся. Ленты раскладываются тоже изумительно. Все работает. Да, карты классные, ничего не скажешь. В общем, друзья, для тех, кому эта колода понравилась, ссылку на покупку я оставлю, как обычно, в описании к этому видео. Так что, времени не теряйте, пока они есть в наличии, скорее разбирайте. Я думаю, для коллекционеров и для любителей карт от Teoria 11, эта колода послужит хорошим экспонатом. Ну, что ж, друзья, на этом все. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до следующих встреч на нашем судне. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok